всем привет продолжаем играть властин колец битву воинств эти покажу вам карту вот так она выглядит вот мы сейчас расползаемся получается варьяги здесь уже близко они к нам я бы даже сказал они ближе чем кажется вот но пока их никто не трогает не знаю как там будет дальше посмотрим другие фракции тоже потихоньку развиваются даже arnor взяли рода ур рода ур столько воспоминаний изенгард по чуть-чуть линдон у нас тут найдет даже гондором он что-то делает идти ли она не забрали южный прикольно там просто мордор пришел туда вот но видимо мордора не отсюда выбили или он сам ушел гномы тоже потихоньку гондабад и ангмор у нас вообще по моему заключили уже союз ну типа связали фракции я не понимаю это типа верность или что это но и так подозревают типа механика верности но вот если посмотреть тут вроде ангмор отображается вот и угон дабада вроде бы тоже самое давайте посмотрим на просто я зашел в игру было оповещение о том что типа вот там ангмор и гондабад заключили типа союз но видимо это неверность видимо это другая механика значит что хочу сказать в целом по ситуации своей я в полной заднице буквально вот такие вот у меня герои сейчас нихрена не качаются вот экономика у меня толком не растет вот эти вот все цифры которые вы видите это спасибо китам которые получается лимиты все по закрывали если бы не это ресурсов у меня он не было бы вообще вот сразу хочу сказать мне не нравится начало сезона просто отвратительнейшая почему три составляющих которые портят все впечатление от игры сейчас вместо того чтобы играть идти на войну вот там делать я вынужден сидеть и просто сутками искать плитки вот это классно вот это интересно я же ради фермерство пришел в эту игру я понимаю что нас много но в какую бы сторону мы не ползли но нету плиток все сразу пылесосится сегодня вот скандалы в чате были фракционном что у людей там плитки забирают то есть они прокладывают дорогу потом бац и все и забирают эти плитки я же здесь сижу стараюсь что-то забирать чтобы у меня хоть какие-то были надо по заданию хотя бы 10 тысяч сделать какое-то время я фармил фангорн но в один определенный момент я зашел в игру и здесь все забрали тут не осталось ни одной свободной 150 все полностью весь лес целиком захвачен не знаю там если лот лориан собирается сюда прийти как бы но без вариантов для них хотя не со своей стороны тоже все пропылесосили вот то есть в этом плане конечно с не очень здорово что у нас тут на переправе очень много фартов появилось есть у нас тут провокаторы некоторые очень много фартов да но есть у нас места где не трогаем эльфов пока что вот пожалуйста как видите здесь все вообще какая-то каша эльфы рохан вообще все подряд смешались мы здесь никто никого не трогает вот ну и то же самое здесь с варьягами показал значит три составляющие неудачи во первых это конечно же перенаселение нет плиток все очень плохо в этом ключе и как бы есть второй фактор тут же который вытекает из первого это то что плитки сложнее брать то есть мало того что их меньше их еще и сложнее брать вот я нападал получается на 200 плитку вы просто посмотрите на это ну это жесть и это не самая опасная армия ну то есть вот как мне это контрить по идее нужны стражи стадели но я не могу себе их позволить потому что у меня просто нет ресурсов я не могу до этого дойти урок она стражи стадели идут в самую последнюю очередь чет под залагал немножко это у меня не у вас не беспокойтесь 8 главный зал нужен это я его сейчас ставлю получается только только сейчас я его ставлю то есть как понимаете да я еще поставил все на элмера ну из-за того что конница думаю сейчас возьму конницу возьму элмера будет он скакать будет раздавать нихрена подобного просто нихрена я был вынужден сейчас просто уйти в пехоту это третий недостаток рохана то что он начинает с конница это очень плохо конница дорогая конница много стоит и терять ее непозволительная роскошь даже с учетом того что у меня элмер был с хиллом все равно большие потери очень тяжело брать плитки в итоге короче я пошел вот в такой билд короче я его так и оставлю судя по всему качаю рохерим на full и наверное все таки попробую рассечение еще потому что у меня здесь плюс скорость здесь плюс скорость ну то есть я маршала рохана взял по идее как бы с двух титулов скорость плюс здесь скорость вроде рассечения должно лупить неплохо ну мы посмотрим оценим я скажу общее свое мнение вы скажу так я вроде не пробовал его еще использовать ну то есть наверное буду просто full маршала вставить возможно посмотрим посмотрим усиливать максимально конницу до скорость же еще влияет на вот этот баф это тоже очень важно то есть подразумевается какая-то лютейшая армия с большим уроном тут немножко в защиту я ушел чтобы меньше умирала хилл хрен с ним с хиллом не буду его трогать full урон конницы full урон и умер а вот поэтому не имейте это в виду в третьем сезоне я не рекомендую ну по крайней мере чисто в третьем играть за рохан я не рекомендую потому что очень тяжелый старт плитки брать тяжело а конница печально вот у нас тут даже киты как бы вот данкс например 2 800 у него силы в час это уже неделю получается да он не может нормально вылезти в топ потому что плиток нету посмотреть до сих пор все захвачено даже если что-то где-то освобождается но вот 15 10 только не трогают все остальное сразу забирается короче у меня немножко изменились планы если 4 сезон пойдет много людей за гондор я не пойду в гондор потому что но это издевательство и я не буду залетать сразу на сервер то есть я подожду пока забьются фракции я не пойду больше в переполненные фракции это издевательство чистой воды вот опять же куда бы я не пытался идти все захватывается как бы поэтому на тяжелый старт тяжелый да мне тут еще вещи попадали вот лук высших эльфов попадал мне на самом деле гил голода прокачать блин он ведь сильный это 3 командир даже кто-то говорил что считает вообще самым сильным это три командира света но ему нужна репутация тяжело с этим ну и некоторые артефакты выбить если я выбью например золотой кинжал или короткий меч короче там он очень сильно увеличивает урон армии эльфов вот его можно будет переделать даже с того же молотка море и если он выпадет в теории вот баллина можно что-то и другое поставить он принципе неплохо себя показывает что не тут по отчетам еще есть это вот я 130 брал да как бы жестятина по моему я это показывал но в любом случае как бы вы видите то есть много потерь конницы до хил есть но все равно большие потери какая-то долбаная юсра с говно веткой с истерлингом вот снаряжение тут еще не совсем подходящие но вот как то блин тяжело короче тяжело ладно в любом случае посмотрим что будет дальше сейчас никаких планов еще нет и об этих планах вообще речи сейчас эти даже не может мне надо хотя бы завершить главу получить вот эти все награды и увеличить себе предел земли правда зачем он мне если плиток нет я думаю это временно очень медленно развитие конечно идет но да ладно я даже не знаю кого мне надо было стартовать надо было наверно в боли на стартовать немножко кстати убора мира тут снаряжение но снаряжение неплохое то есть если этот боевой топору качнуть он очень неплохо уборами рассмотрится повышение урона и для юнитов ближнего боя плюс еще и мощи много дает но все равно вроде как я был доволен шмотом во втором сезоне сейчас я уже недоволен он даже элементарно у и умер а лук конечно неплохой но он больше каком нибудь гил галладу подходит по большому счету хотя там другое надо короче мне нужен меч предводителя он по сути все то же самое дает те же показатели мощи те же показатели скорости к урону армии ближнего боя ну и на дополнительный урон от командира тоже можно сделать или усиление еще и не то в ближнего боя но это надо выбивать вот гэндальфу я больше не доверяю я видел много отчетов с гэндальфом этого сезона и как бы ну такое себе если честно нет он может брать плитки он может снижать урон исцелять все как раньше ну не прям вау и персонаж поэтому не знаю куда интереснее скидывали отчеты как легалосом там двухсотки берут он просто пробивает да конечно он потери несет но хотя там блин там там донатный легалосом на 30 уровне уже там 370 мощи имеет о чем тут говорить опять же я заряжать легалоса особо не горю желанием хотя и умер меня умудрился расстроить но это скорее из-за моей неподготовленности поэтому надо будет его еще качать продолжать развивать он забрал девяностую даже здесь кит потери кстати ладхар блин хороший нас гол на самом деле я буду стараться за темную сторону его получить только то я не знаю во втором сезоне он будет или он только в третьем появится к и у нас здесь такие вот результаты у нас но по крайней мере блин короче дешевле просто нанимать пехоту чем блин лечить конницу на ну и в общем то на светлой стороне у нас здесь все так в общем то касательно зла тут уже вообще ну понятное дело война уже закончилась ангмара проиграл то есть по выбивали да кстати у нас тут рун захватили крепость они сделали это в два человека ну буквально два игрока захватили эту крепость вот эти вот ребята получается то есть вы видите реально два человека у них здесь и они забрали эту крепость это очень неплохо я считаю молодцы правда обстановки в целом это не поменяет потому что здесь просто какая-то ерунда начинает уже происходить ну нет какого-то движения все воюют где-то что-то какие-то плитки чистят еще что-то делают но 7-7 сервер север блин сервер просто остановился в развитии приходил тут ко мне какой-то фермер гном мне пришлось вернуть назад свои войска а ну вот 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 она вот они его ребята по отлетали не знаю на что он вообще рассчитывал здесь лорд вообще тут как катком проехался сейчас я покажу вот она эта плитка 130 просто вообще без шансов вот лордс неплох и хочу сказать то что неплохо мне снаряжение падает вот так у меня обстоят дела сейчас здесь кстати говоря снаряжение все четыре снаряжения у меня идеально подходящий к холдуну это вот именно то что считается метой имею ду сам я сами предметы плюс их перки то есть принято считать что копье истерлинга с отчаянием кавалерии играется через к холдуна здесь берется как раз таки отход но правда можно не отличный доспех а что-то другое с похожими статами с таким же перкам безумие конечно же тоже неплохая тема на вражеские войска плюс у за армии надо прокачать этот шлем будет вот и урон для злодеев поскольку к холдуна нас усиливать злодеев я еще здесь что-то выбил а нет этот шлем я уже показывал по моему значит я же буду брать пропуск я так думаю это произойдет через неделю или через две посмотрим хотя возможно я сейчас пару открытий сделал меня пару матом автом завалялась сведение счетов мне нравится очень этот меч он принцип неплохо да это конечно не золотой топор кха задума здесь тоже интересная тема в пятом раунде и в десятом лупит лордс очень неплохо можно прокачать тоже вот это все надо раскачать барабанчики мне какие-то командиры нужны хочу каких-то командиров или подождать пока у нас новый сундук будет то наверное стоит подождать потому что там сундук получается с черной субстанцией для нас голов и плюс есть шанс выбить короля чародея и этого как он называется не умирающий или пофиг пофиг вообще пофиг на это все конечно же ничего не падает да из того сундука ничего не упало бы все все остальное постараюсь сохранить с испытания уже сороковой уровень я набрал ну с учетом на следующей неделе но примерно до 50 дойду плюс если взять пропуск там еще 10 уровней это будет 60 и ну наверное вот этими двумя заданиями я не добью 65 вероятно конечно же не добью хотелось бы просто сразу до 65 дайте все это дело пооткрывать ну посмотрим посмотрим как она будет тут еще некоторые отчеты а это к холдун убил этого орагорна нора горн такой себе на самом деле всего лишь 300 силы это 260 плитка ну кстати это да я же хотел на колесницах просто протестировать лурца это по моему второй удар он здесь еще против ли голоса но ли голос это понятно как бы здесь надо шмот просто прокачать тогда ли голос возможно будет отлетать против гендальфа здесь лорд себя не очень хорошо показал на правда маловато колесниц только половина по сути здесь на колесницах неплохо 2 лин отлетел и то чтобы прям вау 2 лин но пойдет опять вот еще один два лин отлетел ну то есть лордс можно использовать его на колесницах и в принципе могу сказать что рун это хорошая фракция как минимум если у вас есть герои урон щеки очень хорошо вам подходит она это я уже показывал тут халдер на его никак не одолеть то есть все дело в том что колесница имеют много здоровья 400000 на 70 на 75 отрядах у них 400000 это две трети от здоровья мум поэтому можно спокойно их использовать как мясо и при этом у них хорошая скорость то есть у вас отряд не будет двигаться как черепаха если вы например возьмете тех же самых мордоров ских троллей в качестве мяса т4 у них столько же здоровья как у колесниц выходит на единицу командования но скорость у них маленькая поэтому армия будет очень медленно двигаться на и вот уже последний уровень получается прокачиваю колесниц будут еще быстрее призываться ну и здесь не помешало бы конечно здание по улучшать полностью это все тут я даже не начинал еще в этих ребят идти мне не очень нравится берсерки мне не нравится их потенциал ну по крайней мере то что я вижу так не знаю может быть ошибаюсь вот женицы хорошие снайперы хорошие много хороших юнитов узла но всех надо скажем так грамотно ставить тут кстати раз карим поскидывал отчетов тут он пожалуйста на год магия ну без уважения практически на мумах раздавил мэри пиппин а почти вот на мэри пиппин конечно не являются прям такими жесткими бойцами но все равно опять же тут три стека три стека тремя стеками не воюют против мам потому что они урон всем наносят вот еще тоже интересный бой арагорн 50 здесь ну опять же дорогой такой себе маловато силы 318 плюс три стека плюс короче дому мы нормально так нанесли здесь вот еще кстати интересный отчет я вам хотел показать оказалось бы да тенью здесь в проигрышной ситуации хотя здоровье урона он получил меньше вот но почему он так мало нанес сорван на блажь торвен отхилилась на 153 тысячи вы только вдумайтесь 153 тысячи если бы она не отхилилась у нее 149 осталось она бы отлетела полностью то есть тут как видите 306 тысяч урона влетает от тени 150 и 150 от войск очень неплохо кстати очень неплохая тень поэтому я бы хотел получить тень тоже вот при том что тень не очень одета как бы 252 концентрации надо бы больше сделать раз через 15 гробовщика но в теории также можно использовать чисто на колесницах правда здесь разношорстная армия но можно и так использовать в принципе на самом деле я думаю лучше бы сработало если бы здесь было 300 к потому что тенина наносит урон всем стандартными атаками было бы 300 к здесь не 2 было бы больнее так что как то вот так у нас за тьму обстоят дела буду продолжать какие-то интересные бои собирать снаряжение может командиры какие-нибудь попадают ну и конечно же ждем контент по сезонному пропуску посмотрим что попадает но на этом я с вами попрощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи